Итак, всем привет, мои господа! Добрейший денечек, с вами CryptoFT. Сегодня у нас полностью зеленый рынок криптовалют. Полностью он радует не только холдеров биткоина, но и тех, кто сидит в альткоинах, а в частности, те, кто торгует к доллару США. Мы видим, что сейчас действительно альткоины все в зеленке вместе с биткоином. Исключение из топа это Cardano и вот этот проект BitFenix, у которого нет объема торгов. Зачем он сюда впихнулся в топ-14, не имея объема торгов и, в принципе, имея такую капитализацию? Понятное дело, что BitFenix нужно покрыть тизер, они будут этим пользоваться. И пока что этот щиткоин, он стоит на месте и очень сильно кровоточит к биткоину. И, кстати, другие альткоины тоже кровоточат к биткоину и очень даже неплохо. Что касается рынка криптовалют, давайте посмотрим. Сейчас биткоин у нас уже почти потрогал 11 тысяч долларов и имеет стоимость 10 913 долларов. Альткоины на фоне биткоина сегодня себя чувствуют не так хорошо, как хотелось бы. Потому что зачастую, если вы будете смотреть историю, то альткоины идут вслед за биткоином. И когда потом биткоин находится в боковике, некоторые из них даже стреляют. Сейчас мы видим, что пока что биткоин делает заброс. Альткоины более-менее тоже себя показывают, но большинство из них как бы не очень показывают, как хотелось бы. Но, однако, вот смотрите, эфириум вырос с 230 долларов на 300 долларов. Вчера, кстати, где-то в видеоролике я скидывал лонг, скриншот, где мы лонговали по эфириуму. И где-то, возможно, здесь я продублирую. Также нужно отметить, что в веб-группе я выложил весь лонг на Binance Coin. Начиная с зимы 2019 года, как только мы начали лонговать, цели также были и давались с 6 долларов. Где-то здесь будет выскочить скриншот, где этот лонг был. Ну и также давался глобальный лонг. Кто, например, просто хочет купить монету, могли отсиживаться до 15 долларов 11 февраля. Binance Coin имел стоимость. Давайте посмотрим, сходится ли все то, что я говорю с веб-группой и скриншотами. 11 февраля, значит, Binance Coin имел стоимость там 9 долларов. И здесь я дал прогноз на 14,5. Также, в принципе, была запись рассматривать покупку на лонг 9,943. Те, кто не зашли, кто скинул, возможно, лонг. И дальше лонг давался 24 марта. Вот, пожалуйста, 6,4 глаз. 6 тысяч. И дальше лонг давался на 25. Те, кто вне рынка, 15-16 долларов была покупка. И последний лонг. Дальше продолжение лонга. Новый лонг давался на 40 долларов. Соответственно, очень зверская прибыль по итогу получилась. Потому что Binance Coin почти закрыл последнюю цель. Это 40 долларов. Будет ли дальше лонг, когда набирать Binance Coin? Стоит ли с ним работать в дальнейшем? Это все вы узнаете в закрытой группе. Что касается других криптовалют. Также у нас двинулся NEO пока что на 15 долларов. Zcash стоит на месте. Но так особо больше никто не отметился. Сам Bitcoin представляет сейчас очень лютый интерес. И сейчас, возможно, заходят новые игроки, новые люди сюда. Скупают монеты. Те, кто понимает, что Bitcoin дорого покупать. Скупают другие монеты. И, возможно, еще один рывок у монет, у альткоинов мы увидим и получим. Что касается того, что у нас по Ethereum. Кстати, лонг будет где-то в виде скриншота здесь. Я вчера выкладывал. И мы писали, что лонг мы держим до 300 долларов. И даже дальше. Кстати, утверждены два первых изменения кода для октябрьского хардфорка Ethereum. Это EEP 2024. В некоторых документах он проходит как EEP 131. Он добавляет новый предкомпилятор в виртуальную машину Ethereum. Второе предложение за авторством разработчика Appalite Technologies. Вейтана EEP 1702 нацелено на упрощение процесса обновления смарт-контрактов. То есть здесь явно дает понять, что разработка Ethereum идет полным ходом. А именно Ethereum 2.0. И в начале следующего года должен состояться запуск нулевой фазы Ethereum 2.0. Что касается Питер Брэндит. Он заявил, что биткоин нацелен на 100 тысяч долларов. И действительно сейчас будет в новостях это все форсится. И люди будут покупать биткоин. Дело в том, что он привел параболику. Что рост биткоина был параболическим. И следующий параболический рост нацелен на 100 тысяч долларов за один биткоин. Но чтобы биткоину достигнуть 100 тысяч долларов, необходимо капитализация всего рынка больше триллиона долларов. Это однозначно. Это даже несколько триллионов долларов. Это во-первых. Во-вторых, биткоин и вся альта, а вообще CoinMarketCap вырос только в три раза. От значения 100 миллиардов долларов до новозначения, которое мы наблюдали в декабре 2015 и именно 2018 году. Поэтому нужно отметить, что сейчас, конечно, нацелено все это гонят на хайп. И рынок криптовалют, по сути, если мы тут посмотрим, он просто вырос всего лишь в три раза. А хайпа и кипиша, ой-ой-ой, мама не горюй. И все сейчас топят там чуть ли не каждый второй. И форсятся все эти новости про 100 тысяч долларов за биткоин. 50 тысяч, 40 тысяч долларов. Я, в принципе, не против таких цифр. Я буду даже очень рад. Но я считаю, что не все сразу и не так быстро. Что касается, значит, тизера, дело в том, что 100 миллионов новых USDT было отчеканено сегодня. И это может быть опаской для биткоина. Ну, просто взяли, напечатали USDT. И что будут с ними делать, пока что неизвестно. Либо это все-таки памп, как он сейчас происходит. Либо все-таки USDT настолько много напечатали, что люди потом будут просто фиксировать биткоин в USDT. Да, чтобы зафиксировать свои позиции. Там может быть что-нибудь страшное. Типа скоманет USDT. Ну, хотя тизер, я не думаю, что он скоманет. Но будут шугать очень хорошо, когда будет коррекция. Будут шугать так, что мама не горюй. И все будет очень хорошо и сильно корректироваться. Но до этого еще нужно дожить. Поэтому, о чем я говорю, что против тренда шортить здесь, сейчас. И те люди, которые шортили, те, которые работают на маржиналке. Они здесь полностью, когда они усреднялись, они очень хорошо потеряли свои денежные вложения и средства. И мы вообще в шоке вот таких людей, которые шортили вот здесь. Поэтому, я считаю, что да, действительно, с технической точки зрения, ну, нам теханализ сейчас говорит шортить. Да, это то, что вот я вижу. Но, опять-таки, с точки зрения тренда, сейчас это делать не стоит. Поэтому, здесь нужно принимать решение. Но на маржиналке мы лично не работаем. Мы купи-продай. Во-первых, это нервы целы. Во-вторых, ты всегда остаешься в профите. То есть, все монеты, которые мы покупали, они сейчас абсолютно к UZT. Они все в профите, в зеленой зоне. И можно купаться в фонтане денег, грубо говоря. Что касается Ripple SEO, он заявил, что я, значит, в ланге по биткоину. Он заявил, что у него есть биткоин. И я держу длинную позицию по биткоину. Он будет сохранять этот криптовалютный актив. И я думаю, что биткоин является хранилищем ценностей. И поэтому его нужно держать. Очень странно слышать от SEO Ripple про биткоин. Потому что ранее вообще от XRP выливалась куча дерьма на биткоин. Это, во-первых. Во-вторых, XRP и Ripple там команда заявляли, что они будут вообще в течение 3-4-5 лет самостоятельной криптовалютой. Которая не будет зависеть от биткоина. От его движений, что происходит. И, возможно, даже XRP будет диктовать свои правила рынку криптовалют. Но то, что мы видим сейчас, этого ничего не происходит. Все эти слова были, они более чем пустота. И инвесторы, которые в XRP вложили всю свою котлету, даже если они купили по 33 цента, они X не получили. X дал Binance Coin. Binance Coin, да. X дал Ethereum. Где-то будет здесь скриншот. Но XRP X не дал. И когда он даст эти X, никто не знает. Монета может пролежать и год, и два. И может еле-еле идти наверх. Поэтому тут все возможно. То, что толкают эту монету сми. То, что действительно она форсится на YouTube. На западном просто много, огромное количество роликов на тему XRP, на тему этого токена. Но сам токен очень слабый. Сам токен отмечался тем ранее, что имел капитализацию 100 миллиардов долларов, даже свыше. А 100 миллиардов долларов имели капитализацию Ethereum, Bitcoin и XRP. Значит, сказать, что XRP будет действительно там каким-то супер будущим, сверх будущим. Ну да, это очень удобно. То есть, получать транзакции мгновенно. Но пока что XRP, сам токен никак не пампится. И, в общем-то, для спекулянтов это больше такая ноша, которую никто не будет с собой брать. Никто не будет ею заниматься. Поэтому токен XRP как бы себя показывает с точки зрения спекулятивной даже. С точки зрения, чтобы поспекулировать, очень плохо. То есть, тут нужно просто знать точки входа, да, и знать точки выхода. Но это на всех монетах. Но, по сути, XRP, поскольку волатильность у него слабая, он никуда не идет, никак не растет, X и не дает. То заниматься этим криптовальным активом даже и не стоит, я считаю. Но есть часть депозита в нем, чего греха таить. Но очень разочарует. То есть, я не в восторге от XRP. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. XRP примечателен тем, что когда биткоин падает, он растет. И биткоин падает к доллару, он растет к доллару. Вот это то, что может, в принципе, как-то вырулить всю эту ситуацию с ним. Но пока что все очень плохо. Что касается, значит, рынка криптовалют. Подведем итоги то, что биткоин сейчас пытается преодолеть отметку 11 тысяч долларов. И он ее преодолеет. Шортить против тренда биткоин не имеет никакого смысла. Если вы думаете логически, то я думаю, что вы еще до этого перелили из биткоина деньги в другую альту. Это самое лучшее решение, которое могло бы было быть. Нужно знать, во что переливать еще. И в-третьих, то есть на маржиналке действительно сейчас можно очень хорошо погореть. Здесь нету кнопки buy или sell. Нету там каких-то установки плечей. Да, там 100 плечей. Там кто-то берет, да, и у него там просто сгорает. Причем таким депозит. Поэтому здесь больше такая ситуация, когда необходимо просто смотреть на альткоины и смотреть, что и как, какие там новости у них, что график показывает этих альткоинов. Да, и что здесь вообще рисуется, вырисовывается. Смотреть уровни также и работать с ними. Тут это единственный вариант. Все это есть в випке. Все это делает за вас. Если что, будет випка в описании. Не забывайте заходить в телеграм-канал. Здесь вы увидите отчеты по лонгам за зимние значения, когда создавалась вип-группа. И мы давали лонги по таким монетам, как Binance Coin. Скоро Binance Coin будет 40 долларов. А ведь недавно эта монета имела стоимость 4 доллара и 84 цента. Это были ее минимальные значения. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.